Привет, друзья! Воскресенье, замечательный денек. Еду на хоккей. Пригласили меня сегодня поиграть в A-лигу. Это самая высокая здесь у нас лига. Любительская. Там есть ребята, которые в колледжах учились. Ну, очень высокий уровень. Я практически там очень редко играю, только вот когда зовут, если у них вратарей нет. Сегодня, наверное, так вот будет немножечко трясти. Не знаю, насколько это комфортно смотреть. Наверное, не очень, да? Давайте я тогда лучше переставлю. Это я купил себе новый трипод, для того, чтобы снимать больше интересных видосиков комфортных. Сейчас я вам его покажу. Вот такой, по типу, как горилла, знаете, и сгнется, как хочет. Ну, ладно, потом мы его как-нибудь опробуем. Пока давайте по старинке. Ну что, друзья, о чем хотел бы поговорить сегодня? Да просто на все те же самые грабли продолжают наступать люди. Кто, как вы думаете, самый опасный человек в тренажерном зале? В современном фитнес-центре, уточним. На мой взгляд, как показывает практика, мой личный опыт и опыт тех людей, знаменитых, которых я читаю, изучаю, которых вы тоже можете находить в интернете, сводится к тому, что самый опасный в фитнес-центре – это фитнес-инструктор. И все дело в том, что фитнес-индустрия, друзья, я вам уже миллион раз, наверное, об этом говорил, это, друзья, бизнес-индустрия. И она работает и действует и существует, может существовать, естественно, только по законам рынка. Когда плевать на качество относительно, да, знаний, когда создается только ширма, видимость. И основной приоритет, основной упор, основная цель – это получение прибыли. Естественно, никто в этом море беспредела не думает о наших с вами желаниях, потребностях. Никто не думает о том, чтобы вы получали здоровье, улучшали здоровье, чтобы достигали своих целей, поставленных перед собой задач. Никто об этом не беспокоится, друзья. И об этом говорит именно современная подготовка фитнес-инструкторов. И не важно, где это – в Америке, в России происходит. В основном, в основном это очень короткие курсы, на которых в первую очередь учат маркетингу, как продавать вот эти самые схемы персонального индивидуального тренинга. Друзья, к сожалению, это так. И специалисты, которые выходят с этих курсов, зачастую, в 99% случаев, просто вот дебилы, по-другому не скажешь. На самом деле, человек, который хочет развиваться в этом, который хочет двигаться в этом, естественно, в первую очередь, это самообразование. Самообразование, практика и теория. Слава Богу, и в тот же момент это и негативная часть, информации сейчас очень много. Но это заставит как раз таки ваш мозг думать и развиваться. Это ведь тоже очень интересно изучать ту или иную тему. Особенно, если ты этим интересуешься. Особенно, если это касается твоего здоровья. Особенно, если ты берешь на себя смелость, ответственность тренировать других людей. Здесь должно быть как у доктора. Первое правило, не навреди. И посмотрите, в основном, самые грамотные, мировые, мирового уровня тренера, в первую очередь, диетологи. Посмотрите на тренера современного, как его, Криса Цета, который вывел сейчас Шона Родена в призеры самого престижного конкурса Мистер Олимпия. Но я не буду даже перечислять имена. Существуют, конечно, и тренера-извращенцы, по-другому их не назовешь. Извращенцы в плане того, что они впаривают вам вот этот самый индивидуализм в тренинге. Именно от них идет чушь, что там можно накачать тот или иной мышечный пучок у бицепса, у трицепса. Что разворот носков там как-то влияет на то, какой пучок квадрицепса работает. Друзья, это полная чушь. Вот давайте прямо сейчас, пока я еду, разберем вот каждую мышцу, да? Ну, давайте начнем снизу вверх. К примеру, голень. На самом деле мышц голени там туева куча. Но нам важны, естественно, две. Камбаловидная и икроножная. Посмотрите ее строение, двух этих мышц. Несмотря на то, что берут они начало в разных местах, они все равно сходятся в одно общее сухожилие. И работают всегда, друзья. Какое упражнение вы бы ни делали, всегда будут работать обе эти мышцы. И икроножная, и камбаловидная. Попробуйте сделать подъемы на носке, сидя, только хорошенько, прям до жжения, в хорошем количестве подходов. И вы на следующий день увидите, пощупайте прям пальцем, потыкайте, что у вас болит и икроножная, и камбаловидная. Единственное исключение, одна из мышц работает еще при сгибании голени. То есть, когда мы делаем сгибание ног лежа, сгибание ног сидя, стоя, неважно, функция этой мышцы тоже помогать в сгибании. Так что не тратьте свое время, друзья, на то, чтобы делать два упражнения за одну тренировку на икроножные мышцы. Просто хотите на одной тренировке делайте стоя, хотите на другой делайте сидя. Лично я стараюсь делать так. В основном я, конечно, делаю сидя, но делю таким образом. Если я делаю приседания, то я по-любому делаю икроножную, и камбаловидную сидя. Если же у меня не приседания, любые другие тренировки и даже становая тяга, то я делаю стоя. Точно так же можете делить и вы. В идеале, если на одной тренировке вы будете делать стоя, на другой сидя, чередовать. Но это не так важно. Что следующее у нас идет? Бицепс, бедра, задняя поверхность бедра. Тоже два пучка, та же ситуация. Что бы вы ни делали, всегда они будут работать вместе. Поэтому достаточно одного упражнения в тренировку. Делать сгибания, либо стоя, либо сидя, либо лежа. Но, естественно, в комплексе либо с приседаниями, либо со становыми тягами. Почему это делать нужно, я вам уже миллион раз объяснял. В основном, зрители моего канала, это люди, тренирующиеся натурально. Несмотря на то, что я не скрываю, я в последнее время сам подсел на фармакологию. Периодически ее использую. Тем не менее, у меня остался большой опыт работы в натуралху. Большую часть своей жизни, чем 30 лет почти, я тренировался натурально. И, на мой взгляд, именно благодаря этому, я могу большему научить именно натурального атлета. Потому что у меня есть опыт практический тренинга и в натураху, и не в натураху. Что касается квадрицепса, друзья, это, наверное, самая вызывающая разрывы пуканов, персональных инструкторов. Тема. Четыре пучка. И раз Бог создал, да, или кто-то еще, я лично не верю в Бога. Такое количество пучков, значит, для чего-то это все нужно. И они как-то работают по отдельности. Друзья, действительно, для чего-то это нужно. И нужно это для того, чтобы поддерживать в пространстве нашу ногу со всех сторон. Но все эти четыре пучка всегда, всегда, при любом упражнении, разгибании ног, приседании, жиме ногами, всегда работают и действуют одновременно. Вы не можете за счет того, что развернете носочки вовнутрь или наружу, каким-либо образом воздействовать на какой-то отдельный пучок. Это, друзья, маразм. Если вам кто-то это говорит, он просто не понимает вообще ни в анатомии, ни в биомеханике ничего. Что касается биомеханики, посмотрите, коленный сустав, он так называемый, мышелковый. То есть, коленка, грубо говоря, двигается как бы по направляющей. Вы не можете сместить какую-либо сторону даже за счет разведения, сведения носков. Таким образом, запомните, сводя экстремально носки или разводя их очень сильно в сторону, вы только создаете травмирующую ситуацию, травмирующий эффект воздействия на ваш коленный сустав. И не забывайте, что коленный сустав, такой уникальный сустав, он работает в жизни, когда мы в основном опираемся, стоим на земле, да. И поэтому, многие этого не знают, разгибание гораздо более опасный вид упражнения, нежели приседания. Если все делать грамотно, то это так. Так, естественно, разгибание можно и нужно делать с хорошей разминкой, и не в начале тренинга, и не с огромными весами. Об этом нужно помнить. Несмотря на то, что все четыре пучка квадрицепса берут начало в разных местах, они тоже все сводятся и крепятся к одному общему сухожилию. Когда вы за него тянете, выполняя разгибание, то, естественно, сокращаются и работают все четыре пучка. Как же накачать, к примеру, отдельно один из пучков? Очень просто, друзья. Нужно раскачать всю мышцу целиком. Хотите внутренние пучки, капельки, качайте всю мышцу целиком. Хотите внешние, качайте всю мышцу целиком. Мышца всегда сокращается целиком и полностью. Не забывайте об этом. Следующее у нас что? Следующая у нас важная мышца, это широчайшая. Очень многие часто путают широчайшую еще и с другими мышцами комплекса спины. А там их много, поверьте. Но широчайшая мышца всегда, друзья, работает целиком и полностью. Нельзя за счет хвата, за счет положения кистей или еще за счет чего-то, за счет изменения упражнения, за счет работы в тренажере или за счет работы со свободным весом воздействовать как-то либо на низ широчайший, либо наверх широчайший. Просто невозможно. Точно так же, как невозможно опустить широчайшую ниже. Почему? Потому что тогда нужно открепить сухожилие, которым оно крепится, и прикрепить его ниже. Этого не может сделать никто. Наверное, даже хирургическим путем это просто нереально сделает. Поэтому, друзья, не тупите. Выполняйте одно упражнение в тренировку для широчайшей мышцы спины. Можете чередовать, но всегда она будет работать целиком и полностью. Как, друзья, сделать широчайшие внизу, больше и толще? Совершенно верно. Сделать больше и толще всю широчайшую. Как сделать широчайшую, больше и толще и шире в верхней части? Совершенно верно. Сделать широчайшую, больше и толще и шире целиком и полностью. Я думаю, логика вам понятна. Следующее. Возьмем дельтоиды для разнообразия. Почему? Потому что здесь, казалось бы, многие скажут, Егор, почему ты рекомендуешь, а я рекомендую для каждого пучка дельт делать отдельное упражнение? Кто не знает, дельта это так называемое нами плечо. Хотя плечо анатомически это от плечевого сустава до локтя. В анатомии называется плечом. Но мы это называем руками, бицепсами, трицепсами. Так вот, дельты, или в простонародье плечи, имеют три пучка. Тоже крепятся в разных местах, берут свое начало. И тоже сводятся в одно общее сухожилие. Но есть одна большая существенная разница, отличающая и выделяющая их, друзья, от всех других мышц. От всех, даже от грудных. Разнонаправленная волокна. Разнонаправленность волокон. О чем это говорит? Это говорит о том, что каждый пучок направлен в свою сторону. И когда вы делаете какое-либо упражнение, мы не можем задействовать сразу три пучка. Потому что волокна каждого пучка смотрят в разные стороны. Вот почему для дельт нужно делать три упражнения. На переднюю, на боковую и на заднюю. Только по этой простой, логической, анатомической, биомеханической причине. Так что, друзья, я думаю, вы понимаете, картинка у вас вырисовывается. Следующее. Всеми нами любимый, самый часто прокачиваемый, и даже тем, кто не хочет быть качком, и тем, кто не является качком, да, бицепс. Би, потому что две головки. Берут они свое начало, вообще, перехлестываясь через плечо у лопатки, и в разных местах крепятся к одному общему сухожилию. Основная функция всех пучков, и короткого, и длинного, сгибать руку в локте, да? И вот, друзья, чтобы мы с вами не делали, абсолютно любое упражнение будет прокачивать все два пучка. И будут задействованы также и брахиалиас, и брахиодиалиас. Так что, друзья, не заморачивайтесь, не тратьте свое время. Точно так же, тренируясь в натураху, вы можете прокачивать ваши бицепсы, оба пучка, одним упражнением, выбирая то, что вам больше нравится. Либо делать несколько упражнений в одну тренировку, сделав общую разминку, а потом сделать, к примеру, по два рабочих подходика в двух упражнениях. Или по одному рабочему подходику, но в трех разных упражнениях. Возможно, для многих это чисто психологически будет приятно. Но запомните для себя раз и навсегда, что нельзя никоим образом взять каким-то чудодейственным способом за счет ширины хвата или за счет положения кисти или еще за счет чего-то воздействовать на внутренний или на внешний пучок. Всегда оба этих пучка, хотите вы того или нет, концентрируетесь вы на чем-то или нет, будут работать вместе. Будут работать как пара, как пара синхронистов. О чем еще мы не поговорили сегодня? О трицепсах. А, да, как сделать бицепс больше за счет увеличения внешнего пучка, длинного пучка? Кто скажет? Совершенно верно. Нужно сделать вес бицепс больше. А как воздействовать, чтобы стал больше внутренний пучок? Тоже верно, друзья. Нужно увеличить весь бицепс целиком. Что же касается формы бицепса? Мы можем ее изменять только в рамках нашей генетики, либо увеличивая общую массу бицепса, либо уменьшая ее. Но на пик бицепса или на то, насколько он будет низким, насколько он будет ближе к локтю, это все чисто генетические факторы. Даже не парьтесь, не думайте о них. И если у кого-то пик бицепса большой, возьмем, к примеру, Арнольда, то это его генетическая особенность. Какие бы упражнения он ни делал, у него были бы именно такие бицепсы. Что еще интересно, для особо сомневающихся, посмотрите, какой бицепс чаще всего и в основном Арнольд демонстрирует. На фотографиях, на сцене. Да, вы увидите, это правый бицепс. Почему? Да потому что даже у одного человека на разных руках может быть разный пик бицепса. Или вы думаете, что Арнольд делал для правого бицепса одни упражнения, а для левого другие? Нет, просто это генетическая особенность. И на правой руке у Арнольда бицепс выше. Естественно, он его везде и демонстрировал. Точно так же, как линдовер сейчас, у него была, насколько я помню, травма бицепса левой руки. Не помню, что случилось. Левая рука у него значительно меньше, чем правая. Естественно, он старается в кадре быть с правой стороны, чтобы была видна его хорошо развитая правая рука. Переходим к трицепсу, друзья. Трицепс. Три пучка. Все берут начало в разных местах. Но уже по сложившейся в нашем теле традиции все они соединяются в одно общее сухожилие. Совершенно верно. Имеют одинаковая направленность волокон. И вывод какой отсюда делается? Хотим мы воздействовать на латеральные пучки трицепса, чтобы они стали больше. Нужно увеличивать всю мышцу целиком. Хотим, чтобы у нас была длинная головка больше. Что нужно делать? Браво! Раскачивать весь трицепс целиком. То же самое и с третьей головкой. Только увеличивая мышцу целиком, мы можем увеличивать и каждую головку в отдельности. Нужно обратить особое внимание на то, что трицепсы у всех очень-очень разнятся. Посмотрите на профессионалов. Тоже это все зависит от креплений, от генетики, другими словами. И изменить мы ничего с вами не можем. Мы можем только увеличивать мышечную массу трицепса и тем самым увеличивать руку. Не забывайте, что трицепс это треть объема руки. И трицепсы нужно качать и давать им нагрузку больше, чем бицепсы. А я уверен, что большинство из вас, друзья, качают бицепс чаще. Это ошибка большая, потому что вы тем самым вредите себе. Трицепс должен быть и больше, и сильнее бицепса. Правило следующее. Вы должны стремиться в рабочих весах бицепса догонять трицепс. А трицепс должен убегать. Вот такая у вас задача, друзья. Сосредоточьтесь на ней, и ваши руки будут большими и сильными. И как вы уже поняли, трицепс тоже достаточно прокачивать одним упражнением. Единственное, на что стоит обращать внимание при тренировке трицепса. Те, кто любит работать, а кто тренируется в натураху, вы знаете, что вам все равно необходимы базовые упражнения. Но базовые упражнения для трицепса, такие как жим лежа относительно узким хватом, отжимания от брусьев, могут смещать нагрузку на грудные мышцы и на переднюю дельту. Если у вас очень хорошо развита сильная передняя дельта и грудные мышцы, то в базовых движениях они будут обкрадывать трицепс. В таком случае я рекомендую вам добавлять одно изолированное движение для трицепса. Лучшее, на мой взгляд, это разгибание в кроссовере с металлической рукоятью. Отличное упражнение, которое, кстати, тоже очень любил и нахваливал Арнольд Шварценеггер. Говорил, что в основном они баловались и делали именно это упражнение, меняя рукояти, то канатной работая, то металлической, прямой, изогнутой, обратным хватом, одной рукой, двумя руками. В общем, фантазия здесь вам в пользу. Тренируйтесь. И на десерт оставил грудные мышцы. Друзья, грудные мышцы, большая грудная мышца, она тоже будет работать всегда целиком и полностью. И несмотря на то, что у средней части, нижней части, верхней части действительно разнонаправленность волокон, они в основном все равно схожи. И если мы можем действительно смещать акцент немножечко наверх грудных, и здесь даже не столько будет важен угол маклона скамьи или еще чего-то, а то относительно вектора движения, с какими мышечными волокнами будет совпадать этот вектор движения. Поэтому, поднимая руку вверх, к примеру, вы будете смещать нагрузку на верхнюю часть грудных. Но не забывайте, что в основном все упражнения, остальные, когда вы делаете на нижнюю часть грудных или на среднюю, там волокна практически параллельны, и вы не сможете ее изолировать. Поэтому вывод следующий. Для грудных мышц достаточно делать два упражнения. Одно упражнение на низ и середину грудных мышц, и одно упражнение на верх грудных. Как вам больше нравится, в каком порядке, или чередуйте, это уже, как говорится, ваше дело. Находите разные способы, экспериментируйте, и только опытным путем вы сможете прийти к лучшему для вас именно. Никто, поверьте, лучшим тренером, чем вы сами для себя, не будет. Не забывайте, друзья, о питании. Питание, это не так сложно, как вам кажется. Главное, проявить волю. Достаточно 2-3 недели правильно питаться, чтобы привыкнуть к тому, чтобы не хотеть сладкого, не употреблять соленого. И самое главное помнить, что в питании важно неразнообразие. Основное правило, друзья, это рациональность. Правильное питание равно рациональное. Вы должны получать все необходимые нутриенты, белки, жиры и углеводы. Все. Друзья, мы в эфире снова. Извините. Жена потеряла, позвонила. Но, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать, я уже рассказал. Поэтому, думайте всегда головой, читайте. Я вот начал читать Силуянова. И, поверьте, там столько информации полезной, собранной от разных специалистов, специалистам, не простым каким-то блогерам, таким, как я, а профессорам. Собрана информация со всех необходимых для спорта других направлений. Биохимии, физиологии, анатомии, биомеханики. И все это в одном месте. И все это написано простым языком. Не читайте ту чушь, которую пишут вам на курсах. На курсах вас научат, как качать каждый пучок отдельно. И вы будете страдать ерундой. Почитайте специалистов. Начните читать из-за того. Там столько, много информации в такой тоненькой книжечке. Вы ее прочитаете за день, прям о одном дыхании. И вы станете знать гораздо больше, чем все те, кто работают уже годами фитнес-инструкторами. Обитания очень много. Я уже сказал, да, что рациональность сложна. Что важно получать все три нутриента. Белки, жиры и углеводы в правильной пропорции. Очень важно медленно и тщательно пережевывать пищу. Не нужно пихать в себя много еды. Нужно всегда, всегда быть чуть-чуть голодным. Это полезно для организма. Нужно знать, что белки не очень хорошо усваиваются, если вы кушаете их со злаками и бобовыми, потому что эти тормозят усвояемость аминокислот. Знать, когда и что есть. На все есть ответы в этой книжке и в других книгах Виктора Николаевича. Настоятельно, друзья, рекомендую. Особенно, если вы занимаетесь серьезно. Тем более, если вы тренер, инструктор. Вы обязаны просто изучить эту литературу. Просто обязаны. Тем более, она вся в такой легкодоступной форме собрана в одном месте. В книжках Виктора Николаевича. Ну что, друзья, я уже подъезжаю к стадиону. Пожелаем мне хорошей игры. И сделаю анонсик здесь. Не забывайте, в эту пятницу, в новую, в 22 часа по Москве будет шикарнейший стрим. Прямой эфир у меня на YouTube-канале. Будут прекрасные специалисты из лаборатории спортивной адаптологии Виктора Николаевича Силуянова. Будет Салим, будет Григор. Обещал быть на стриме мой друг, профессор Кайзер-юниверсити, уже полюбившийся вам Стефан Диас. Он попал в аварию, кстати, разбил свою новую машину. Будьте аккуратны, потому что стоял человек просто на светофоре, один придурок лазил в телефоне и не тормозя, прям на скорости остановился в Стефана. Сутки больницы, машина в хлам. В общем, ничего хорошего. При том, что ты даже и не виноват. Так вот, прямой эфир, стрим будет посвящен тому, что мы уже давно вам обещаем, что вы ждете, просите, как совмещать тренажерный зал с другими видами спорта. С единоборствами, с игровыми видами спорта. И обязательно пишите, пожалуйста, ваши вопросы заранее. А также готовьте их и задавайте в прямом эфире. Самые интересные, самые такие востребованные вопросы мы обязательно озвучим. А что не успеем, мы потом сделаем отдельные ролики, как уже я начал делать. Вы можете посмотреть, Стефан уже отвечает на ваши вопросы. Довольно-таки развернуто, интересно. К каждому вопросу мы посвящаем отдельный ролик, минут на 10. Друзья, спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете меня. Не забывайте покупать мои книги тоже. Факт фитнес отдельно для мужчин, отдельно для женщин. Там тоже огромная информация. Если вы тренер, инструктор, вы должны ее изучить. Как грамотно начать и продолжать тренироваться практически два года. Расписаны питание, тренировки, психологические аспекты. Спасибо, спасибо вам, друзья, что поддерживаете меня все это время. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока. И обязательно, друзья, делитесь данным роликом в своих соцсетях. Это лучшая благодарность для меня и для канала. Ставьте палец вверх, если вам понравилось. Если не понравилось, пишите, что вам не понравилось. И смело ставьте дизлайк. Отдельная просьба, кто уже опробовал на себе в молодости или сейчас проходит эту методику, расскажите, поделитесь в комментариях с вашими достижениями, вашими результатами, ощущениями. Я уверен, что подписчикам и всем, кто смотрит данный ролик, это будет очень и очень интересно. Ну что, друзья, не буду вас больше грузить разной информацией. Не забывайте, что вы можете присылать свои вопросы в комментарии. И я обязательно на все вопросы отвечаю. Вы это видели. А на некоторые, как вот на данный, даже снимаю видеоролики. Спасибо за просмотр. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Продолжение следует...